здравствуйте уважаемые зрители нашего канала сегодня в рубрике разговоры по пятницам casual fridays мы приветствуем нового гостя приветствую вас павел сулин зига член международного комитета коренных народов россии и президент международного фонда коренных народов ботани но на самом деле это лишь малая часть ваших регалий я думаю что мы поговорим об этом вот сегодня как раз о разных аспектах вашей деятельности сама я хотела бы прежде всего выразить свою благодарность вам за то что вы согласились сегодня с нами встретиться и а также хотелось бы также сказать что я очень рада была с вами встретиться и познакомиться лично на шестом форуме свободных народов пост россии в вашингтоне который проходил в конце апреля вы участвовали в дебатах на этом форуме в вашингтоне в гудзоновском институте и вы представляли сторону сторонников федерализации не могли бы вы рассказать вот почему вы ну я понимаю что это было достаточно было такое деление достаточно условное так и я думаю что у вас были свои соображения по поводу вот этих дебатов не могли бы вы свою точку зрения вкратце описать спасибо раджана я также рад был встретиться познакомиться лично с вами до вас я много слышал мы с вами общались я был очень рад познакомиться знаете на самом деле те дебаты которые происходили и произошли в вашингтоне я не скажем так являюсь сторонником носи насильного дробления российской федерации я думаю что на самом деле то что сейчас делает путин и его режим это прямая дорога к развалу россии то есть я думаю что больше чем вот путинский режим для развала россии не делает никто этому сожалению да чем дольше продлиться правление путина тем мне кажется развал россии будет неизбежно я говорю к сожалению потому что по моему мнению что развал любой страны да это не только на самом деле свободы не только есть одна сторона медали да очень важно но за этим также к сожалению стоят и трагедии тех граждан тех людей которые живут на данной территории в главном государстве и поэтому когда вот мне предложили выбрать на какой как бы за какую команду я буду вот этой я назвал ее игре да участвовать с точки зрения дебатов первое это себя принял решение вот играть за команду тех которые представляли позицию федерализма потому что на самом деле я не сказал не сторонник истинного развала россии а так как другая сторона которую я очень уважаю который много уважаемых людей они провозглашают и четко заявляет о том что они за развал россии конечно не мог быть на этой не в этой команде я принял поэтому и вот играть за другую команду но при этом сразу хотел бы сказать я бы на своей позиции заявил так живут на эти дискуссиях стоя не стар не являюсь сторонником насильственного удержания народов на регионов людей которые хотели бы отделиться от россии которые хотят жить внутри россии или с россией я считаю что вот и люди которые являют свои собственные народы и которые заявляют о том что они хотели бы отделиться от россии не хотят ли составе российской федерации я это очень приветствую с точки зрения того что я являюсь сторонником убежденным сторонником в том что народ имеет право на самоопределение вплоть до отделения до создания собственно я помню что во время дебатов вы поднимали вопрос о обеспечении прав коренных малочисленных народов вот в если в ситуации когда все таки состоится это дезинтеграция россии то коренные народы малочисленные коренные народы окажутся вот в этих отдельных государствах и я очень понимаю очень ясно понимаю вашу озабоченность я ее тоже разделяю потому что вот есть какие какие-никакие механизмы соблюдения прав коренных малочисленных народов там законодательства и так далее они приняты и к ним уже как-то привыкли хотя естественно они не идеальные далеко не идеальные не работают но тем не менее а вот если например в ситуации когда отделяется дальний восток и к власти приходит вот условный какой-то руководитель да там фургал не фургал или кто-то еще там дарькин да то вот как вот в этой ситуации защитить права коренного народа малочисленного народа и поэтому я в принципе понимаю вашу позицию вот я знаю что у нас в бурятии да есть коренные малочисленные народы у нас есть и венки на севере сайоты в акинском районе и естественно в нашем государстве мы сделаем все что в наших силах чтобы защитить права этих коренных народов и на территорию и на сохранение культуры вот но если например придет условный дарькин как можно в этих цвету в этой ситуации защитить право вашего народа и естественно вот в этой ситуации да вот хотелось бы узнать как вы видите какие шаги вы видите в ситуации если действительно произойдет эта дезинтеграция то что необходимо сделать чтобы защитить права вашего народа знаете вы абсолютно правы да то что я говорил и высказывал озабоченности в отношении коренных малочисленных народов на самом деле да думать о том что коренные малочисленные народу могут создать свое собственное государство я думаю что как бы может быть красиво это не звучало это и конечно же реально да например мой народ это всего тысяча примерно 600 человек всего четыре деревни о каком государстве мы можем говорить да и тем более что тех местах которые живет мой народ подавляющее большинство жителей территории это не убедить да это не среди моего народа в любом раскладе мы оказываемся в очень и очень в меньшинстве и я могу сказать вот как раз занимаясь защитой прав коренных народов и малочисленных народов россии что наибольшее количество нарушений прав коренных малочисленных народов и общин совершают местные власти региональные власти которые имеют как раз вот влияние на общины на территории они очень часто нарушают права коренных народов забирают у них территории при этом как бы абсолютно когда очень жестко заявляют что какие ваши права да никаких прав нету да здесь хозяева мы и мы здесь будем решать как хотим я например могу сказать что я участвовал во многих конфликтах разборе конфликтов да между региональными властями силовыми структурами и вот общинами коренных народов и однажды я был на камчатке когда приехал полковник с амоном и начал разгонять представителей вот и тельменов с их рыболовных участков да то время когда люди добывали рыбу запасались на зиму то есть это был их основной основная пища да на основной заработок на весь год и вот там произошли конфликты до среды дело не пошло до драки да там в общем до прямых угроз и так далее вот я тогда будучи членом общественной палаты обратился в администрацию претендента и они сказали давай езжай потому что ну мы не хотели бы что на международном уровне вот я приезжаю на камчатку мне организовывают встречи с этим полковником полковник мне прямо в лицо говорит а кто то такой кто такие я здесь хозяин я начинаю говорить а знаете я от общественной палаты вообще-то да я вот разговаривал с администрацией президента он мне говорит знаете мне плевать вашу общественную палату на администрацию президента я здесь хозяин и как я решу так здесь и будет я ему говорю мне так и передать эти там люди они вот живут таким образом да они там царьки и книжки ничего ничего не бояться и так далее это все повязано фсб мвд губернаторы местные далее поэтому если вот случится ситуация что россия распадется образуется вот эти государства многие из этих государств будут очень страшные такие государства мини государства со своими книжками цариками да с репрессивным аппаратом и так далее то есть в этом плане вот конечно будет очень сложно вести разговор о соблюдении прав коренных народов я могу например сказать что один дарькин будучи губернатором приморского края он решил забрать у моего народа да вот у моей общины территорию да причем это лакомый кусок естественно для них всех лакомый услуги он просто принимает решение эту территорию от нас забрать и создает на этой территории особо охраняемую территорию про его вот значение то есть он решила то темой ее сохраняли дамы и и бегали и теперь от заявили создать на этой территории уровня охраняемую территорию, чтобы от удыгейцев ее охранять. Дальше тогда он ему говорит, заявил, что на этой территории находится наш охот угодья и так далее. Он говорит, хорошо, езжайте на эту территорию, занимайтесь своим традиционным видом деятельности, я не возражаю, но он издает распоряжение, в котором написано, на чем удыгейцы могут передвигаться по нашей территории. Он пишет на оленьих упряжках и на лодках без мотора. И нельзя применять огнестрельное оружие, нам чиновники говорят, берите луки, стрелы. То есть вы хотите традиционный вид, вот вам традиционные виды. Мы им говорим, что удыгейцы вообще-то на оленях никогда не ездили. То есть они даже не знают, ездили ли удыгейцы на оленях или нет. То есть им, грубо говоря, все до лампочки. Они специально создали такие условия. Но мы подали в суд, и они, правда, сюда дело не дошло. Они отозвали свое, отменили свое распоряжение. Но при этом таким образом мы хотели, что вы такие дикие люди, вот, пожалуйста, будьте дикими, вот вам люди стрелы, и вперед. Вот, и, к сожалению, я боюсь, что все это будет решаться именно таким образом. И здесь, конечно, я думаю, что, к сожалению, не от нас зависит дальше ситуация. Но если так случится, что будут образованы на наших территориях какие-то новые государства, я думаю, что в данном случае только внимание международной общественности может нам помочь. Конечно, всех пугает эта возможная ситуация, когда к власти придут какие-то князьки, какие-то авторитеты криминальные, так скажем, или даже, например, текущие руководители регионов тоже ничего хорошего не ожидают, наверное, эти территории. Хотя и именно поэтому создаются такие организации, которые готовятся вот к этому сценарию, которые готовятся к тому моменту, когда Россия будет разваливаться на части. Что касается, например, Дальнего Востока или Севера, вообще в России одной из страшилок и одним вот таким вот примером как бы бесчеловечного отношения к коренным народам всегда традиционно считаются американские резервации. Например, когда начинаешь говорить о том, как у нас, например, права наши не соблюдаются, и там начинают, например, люди бороться за свои права, тут же возникают какие-то мнения, что в Америке зато в резервациях, и как будто резервация – это концлагерь, да? Но вот я бывала в резервациях, и вы тоже, конечно же, можете свое экспертное мнение высказать, да? То есть на самом деле что такое резервация? Резервация – это земля, которая принадлежит полностью этому народу, и на ней не действуют какие-то институты власти какого-то штата, да? То есть у них есть своя полиция, у них есть свое правительство, да? И они обладают полной собственностью вот на эти земли. Что бы вы могли сказать вот по этому поводу? Ну, вы знаете, на самом деле, да, я часто слышал от своих комментов, вот этот аргумент по поводу резервации и так далее. Хотя, конечно же, я думаю, что необходимо признать, да, и все признать о том, что судьба создания резерваций, история создания резерваций, она трагическая. Это, как мы все знаем, да, под давлением тогдашних американских властей индейцы вынуждены были согласиться и подписывать разного рода соглашения, да, и переходить, пересекаться в резервации. Это, да, история, она такая трагическая. Однако на сегодняшний день, конечно же, я думаю, что это необходимо признать, вы правильно сказали, что резервации играют очень важную роль в развитии этих народов. Есть, я изучал ряд резерваций, я пересекался по резервациям, встречался с племенами, с вождями, с их племенными советами, изучал вопрос по резервациям. Уровень резерваций, конечно же, очень разный. Есть резервации, в которых есть своя собственная конституция, свои суды, свое правительство и так далее, и так далее. То есть все атрибуты государства, свои парламенты. А есть резервации, в которых, ну, я думаю, что, наверное, это самые струны резервации. Есть резервации, в которых, скажем так, есть особые права от коренных американцев заниматься теми или иными видами деятельности. На сегодня резервации, да, это вот такие территории внутри Соединенных Штатов, где являются собственниками этих земель, территорий. У них есть свои собственные соглашения с правительством США. И как раз вот многие вопросы решаются в рамках этих соглашений. Я, например, могу сказать, что вот я также вот изучал, когда вопросы по этим резервациям, практически в каждой индейской резервации есть бюро по делам индейцев, то есть представительство министерства в каждой резервации. Я сегодня вот сейчас точно не помню, что в скольких резервациях нету, но там вот на пальце вот одной руки там просто сами индейцы отказались и сказали, нам не нужно ваши представители здесь на нашей территории. Так в целом, да, вот есть представители, так называемые, это вот федерального ведомства. Самое главное, например, да, на работу это представительство таким образом набирают. То есть преимуществом пользуются представители самого племени. То есть работать в представительстве федерального ведомства имеют представители права, реалитетные представители вот этого народа. Они, естественно, должны соответствовать квалификации специальной, но при всех прочих равных условиях и надается представителю этого народа. Второе, если, например, нет представителей из этого народа, соответствующих такой необходимой квалификации, тогда может быть представитель их народа, но который не живет в резервации. То они ищут, да, и он имеет приоритетное право а вот работать в этом пути. Если же совсем уже не могут найти отписи народа, то тогда дальше они ищутся. И так далее. Очень много вопросов, да, которые федеральное правительство решает в согласовании, при согласовании с этим народом, да, с их племенным советом, с племенами и так далее. В данном случае, конечно, на сегодняшний день резервации играют очень важную роль именно с точки зрения развития. Скажите, какая бы модель подошла, например, вашему народу и другим народам, малочисленным народам Сибири и Севера? Вот модель резервации на материковой части США или, например, модель, которая принята на Аляске, там нет резерваций, но там есть корпорации, да? Да, корпорации, да. Native corporations, то есть корпорации, которые принадлежат коренным народам. Как вы думаете, какая модель могла бы подойти лучше, например, вашему народу? И если, например, произойдет ситуация, когда, например, Дальний Восток отделится, может ли международное сообщество, например, Организация Объединенных Наций обязать руководство этого нового государства, например, организовать либо, вот, например, корпорацию, либо резервацию, да? То есть принять опыт, вот современный опыт, например, Соединенных Штатов Америки или Канады? Вы знаете, на самом деле я думаю, что много существует разных опытов, да, в том числе и положительных опытов. Я думаю, что если рассматривать разные опыты, чтобы применить их вот для моего народа или для других коренных малочисленных народов, мне кажется, это может подойти и в большей степени вот принцип создания резерваций. Я думаю, что в меньшей степени это вопросы связаны с корпорациями, хотя и такое тоже возможно. Я просто тоже изучал вопрос по корпорации на Аляске. Там принесло, конечно же, очень большой толчок к развитию, но, к сожалению, принесло очень много разных других проблем. И в этом плане мне кажется, что вот вопрос системы резервации на больше подклады для коренных малочисленных народов. Но в то же время я бы, например, не сбрасывал со счетов и вот так называемый советский опыт создания автономии. Конечно, потом это все извратили, это потом в итоге получилось физико-грамота, как в России не брались, все доводят до абсурда. Но в целом, мне кажется, идея создания автономии, то, что делал Советский Союз. И, кстати, я могу сказать, что Китай в большей степени перенял такую систему от советских автономий. Я думаю, что и вопрос создания автономии, он тоже мог бы подойти для представителей коренных малочисленных народов. Это могли бы быть автономные округа, это могли бы быть автономные районы, или, может быть, даже автономные национальные сельские советы, не называть сельские, но национальные советы с полномочиями, которые были автономными. Мне кажется, это все было бы возможно. Другое дело, что, к сожалению, мне кажется, в данном случае ООН не будет обладать никакой силой, никакой огромной помощью. В данном случае здесь столько международных давлений, начиная, конечно, с ООН, и кончая, конечно, демократическими странами, которые все-таки пытаются следить и наблюдать за соблюдением права человека. Потому что права коренных народов это неопъемлемая часть права человека. На протяжении многих лет вы являлись докладчиком Комитета по коренным народам в ООН. Вы были также председателем Комитета. То есть вы знаете изнутри, как работает ООН в этом отношении и какой положительный опыт вы вынесли из-за этого членства многолетнего? Вы знаете, да, что опыт, конечно же, очень важная вещь. Я, например, могу сказать, что мой опыт вообще, например, пригодился, когда наша община, моя община у бельгейцев, она была единственной общиной коренных народов в мире, которая участвовала в Киотском протоколе. Мы участвовали на этом рынке, уже огромный рынок, в котором были большие деньги, да, продавались квоты на выбросы пислого газа, на уменьшение выбросов пислого газа и так далее. И вот наша община участвовала вот в этом рынке. Мы, например, у нас покупали квоты два предприятия, одно из Великобритании и одно из Германии. То есть у нас бюджет нашей общины практически вот тогда, когда мы пошли на этот рынок, он стал там 90% это как раз то, что нам платили на этом международном рынке. 90% там мы зарабатывали, пытались сделать и так далее. 90% это как раз на заработок на этом рынке. И как раз это, конечно же, стало возможным, потому что у меня был опыт и связи, разные знакомства, которые помогли реализации такого проекта. Что касается других вопросов, он вообще это такая огромная, конечно, бюджетная машина, которая практически с точки зрения, наверное, практически мало что играет, но с другой стороны, она задает вектора движения, вектора развития. В этом плане, конечно, вот работа в системе ООН, она важна. Например, когда начинали вопросы впервые по правам коренных народов в системе ООН, то есть ООН просто представители коренных народов и говорили, идите, нам не даваться, вообще, как бы, ООН это не организация коренных народов и так далее. Но в итоге вот все это работало, работало, и получилось таким образом, 19 лет прошло с момента, когда начался процесс над созданием декларации ООН о правах коренных народов и вот до того момента, когда эта декларация была утверждена. Конечно, декларация не является обязательным документом для исполнения, но с другой стороны, декларация как раз задает вот эти международные стандарты прав коренных народов, которые, за которыми уже все наблюдают и так далее. В этом плане, конечно, работать в ООН является очень важным. Но я могу также сказать, что вот я был в рабочей группе ООН по бизнесу и правам и правовещения стать им этой рабочей группой. Это, конечно, позволяло мне заниматься вопросами и перспективными с точки зрения вопросов соблюдения прав коренных народов со стороны ДИС. Огромное сожалению, очень много нарушений прав коренных народов, коренных малочистых народов в России совершают представители бизнеса. Вообще я читала новость в 2014 году, когда вы должны были прилететь на заседание комитета в ООН и в Шереметьево пограничник вырвал страницу из вашего паспорта. Вы переехали и попросили убежище в Соединенных Штатах в 2017 году. А что предшествовало этому? Знаете, к сожалению, да, в интернете есть ошибка. Это случилось со мной, своим братом Родиона. Он тогда являлся членом международной подготовительной группы коренных народов Всемирной конференции ООН по правам коренных народов. Всемирная конференция ООН это одна из форм Генеральной Ассамблеи ООН. Это на самом деле Всемирная конференция ООН это генеральное заседание Генеральной Ассамблеи. Почему ее называют Всемирной конференцией? Именно Всемирной конференцией, потому что статус участия в этом заседании Генеральной Ассамблеи это либо уровень генка, либо уровень председателя правительства. И как раз в 2014 году состоялась вот эта Всемирная конференция и мой брат был в членом вот этой представительной рабочей группы открытых народов и его не выпустили и отрезали паспорт. И тогда не только он к сожалению пострадал, пострадали еще ряд наших коллег, не был выпущен из Украины представители крымско-катарского народа, отрезали также страницу паспорта у Анны Найканчина, это Эвенкифа из Бурятии, тоже она улетела и так и то же самое сделали, отрезали. Валентина Совкина и Александра Артиева из Мурманской области Саани, они должны были ехать на машине в Норвегию и в Норвегию вылетать. Вот их несколько раз останавливали, прокалывали колеса и в итоге там получилась чуть ли не драка, когда представитель ФСБ пытался забрать у них паспорта, в общем, он там даже Валентина сумочку не отдавал, он даже начал вырывать и она упала, у нее проволок, но в итоге, слава Богу, ничего он ее не вырвал и вынужден был убежать, потому что водители выскочили. Но они слава Богу, они опоздали на свой самолет, на который у них билеты, но все равно они не сумели выехать. У другой, другого члена нашей делегации, Зинаиды Строговичи, это лепсянки из Карелии, у нее просто перед вылетом кто-то залил то ли смолой, то ли еще чем-то, дверью в замке, то есть она просто не могла ни выйти, ни зайти, и опоздала, потому что самолеты не вылетали. В общем, они зачинили такие препятствия, да, и но они, к сожалению, да, я думаю, что это делом занималось ФСБ, они, к сожалению, очень плохо соображают, мне кажется, систему власти деградированы в России, да, при деградировании, дело очень формально, потому что, представляете, там находится глава государства, правительства, там все строго по протоколу и так далее, и вот тут случается, да, вот это событие, да, представители коренных народов России, один из которых является членом Международного подготовительного комитета, не выпускают из России вот таким, да, образом, и представляете, из, я, я участвовал в этом заседании, но я там участвовал как председатель рабочей группы ООН, наверное, там были визитивы народов, там была другая делегация коренных народов России, и я все это видел своими глазами, да, из практически всех выступающих на лучшем уровне глав государств и правительств, из восьми человек, да, там был президент Финляндии, президент Эстонии, вице-премьер-министр Канады и так далее, из восьми вот основных выступающих вот на этой генеральной ассамблеи этих глав государств шестеро все упомянули этот случай по России. И в итоге, представляете, получилось таким образом, что генассамблея начала рассматривать вопрос по России как страны, которая нарушает права коренных народов таким образом, да, то есть вот эти вот сотрудники ФСБ своими действиями превратили вот заседание генассамблеи в персональное дело Российской Федерации. Вот так, к сожалению, они работают, да, и лучше, к сожалению, уже... Страна гопник превратилась к этому моменту в страну террориста. Да, к сожалению, так. Ну вот, и что касается меня, да, мной занимались уже давно, ФСБ, другие структуры, но, конечно, все обострилось после двух, наверное, я бы сказал, двух случаях, когда, первое, я занимался расследованием разграбления ирентийской общины Белача в Бурятии, где поначалу, когда меня попросили этим делом заняться, ко мне обратились представители общины, мне казалось, что за этим стоит сначала местный олигарх из Бурятии, потом я подумал, что там стоят местные начальники, прокурор республики, генерал ФСБ из республики, и я там даже как общинно общественной палаты связался с администрацией президента, там начал вести переговоры с полномоченным по правам бизнеса президента Российской Федерации господин И в итоге выяснилось, что оказывается, за всем этим делом стоят не местные, не представители республики, а стоит господин Чемизов. Повторите, пожалуйста, я не расслышала. за всем этим делом стоит господин Чемизов. Да, Чемизов это руководитель госкорпорации Ростехнологии, то есть это госкорпорация, которая производит оружие, российское оружие, торгует им. И вот представляете, господин Чемизов вдруг обратил внимание на такую маленькую общину, на такой как бы маленький бизнес и прочее. Но вот выяснилось, когда они в итоге разорили эту общину, возбудили уголовные дела против руководителей и так далее, выяснилось потом, что оказывается им, естественно, нужен был метриковый бизнес этой общины. И, как мне сказал один из сотрудников РСБ тогда, что теперь тебе не забралась, потому что ты пометал господину Чемизову сделать одну из дочерей Путина и королевы. То есть оказывается там весь он хотел забрать свой бизнес и передать его одну из дочерей Путина. Мне удалось за короткий срок провести ряд слушаний в общественной палате. Была сделана очень много коммуникаций в газете «Мерсант», в «Известиях». Повели митинг большой в Улан-Удэ. И, что самое, наверное, главное, не удалось просить. Приехали два представителя из ООН, представителя народов, вождь из Канады и профессор из университета в Боливии. Они были как раз с членами ООН в то время. Они приезжали в Улан-Удэ, то есть они встречались с юженками, слушали, заслушали все это дело. Самое главное, затем нам удалось провести слушание в ООН в Геннеле в комитете ООН по искоренению всех форм массовой дискриминации. комитет, который следит за соблюдением консультации по искоренению всех форм массовой дискриминации. Вопрос по общинам случался там, представители общины приезжали в это заседание и докладывали как раз этому комитету. И, естественно, власти российские были очень, во-первых, рассержены и, во-вторых, напуганы. Дело было поднято на самый высокий уровень. И после этого господин Чемидзов пишет письмо о своем бланке Ростехнологии Путину о том, что господин президент есть такая община, которая занимается контрабандной, нарушает российские стандарты и так далее. И на этом письме господин Путин пишет, дает поручение Бастрыкину, Чайке, в то время генпрокурору, Колокольцеву и Трутневу. Трутневу в то время был министром природной организации, до очереди. Ну, то есть, этим самым Путин дал добро на то, чтобы никого не бояться разорять эту общину. И что они сделали? Да, естественно, там были генералы ФСБ, и так далее, прокуратура завязана, там, Чемц, и на меня более сильное отновление, уже, я думаю, была поставлена задача, что-то там. Вы знаете, я помню, что вы писали, да, об этом деле, и о том, что вообще действительно за этим всем стоял ФСБ, и наш как бы бурятский генерал ФСБ Халанов, который в тот момент был, то есть, они были связаны, на самом деле, с Чемизовым. Да, А вот эта вот компания, которая, когда они отжали бизнес у общины Делача, они организовали компанию Русский Нефрит, которая была зарегистрирована на Кипре. Да. Так? Но все это ведет к Чемизову, да, то есть, грязными руками ФСБ вот это было сделано. Я прекрасно помню, да, я прекрасно помню, там, естественно, предшествовала этому компания очернения, там, вдруг появились статьи, да, о том, какие нехорошие коррупционеры и ЭБНки из этой общины, которые там занимаются контрабандной и так далее, да, да, то есть, сейчас зато все очень законно. Вы знаете, я могу, например, сказать, да, что вот вы раз упомянули про Черникис и так далее, дело в том, что вот этот случай, когда уже на эту общину напал господин Чемизов, а было еще до этого, община, я общину совсем эту не знал, да, с ней не общался никогда, о них никогда не слышал, они обратились ко мне еще раньше, когда их вызвал руководитель общины вызвал прокурор республики и сказал отдавать бизнес, да, отдавать бизнес, ну, представители общины знали, что это самый главный заточник, да, и так далее, они бы ему предложили деньги, сказали, давай, ты скажешь, что будем платить, да, что это реалии российского бизнеса, он сказал, мне деньги не нужны, мне нужен ваш бизнес, они отказались, в этот же день вечером у сестры, руководителя общины, она приехала домой с сыном, это было уже вечером, подбежал, выбежал из темноты человек с ведром бензина, облил их машину и бросил, сожженную как бензину, машина вспыхнула, машина сгорела, но этого человека схватили, он даже не убегал, старался убегать, его схватили и вызвали полицию, его сдали в полицию, составили протокол, на следующий день они, вот эта сестра выходит из дома и напротив ее дома стоит вот этот человек, которого вчера арестовали, он мне подходит и говорит, видите, вы меня вчера сдали, а я опять вас здесь жду, он говорит, я вас убивать не собираюсь, у меня нет такой задачи, мне поставили задачу вас напугать, вам же вчера сделали предложение, вы отказались, так теперь знаете, что от таких предложений не отказываются, можно его принять, вот таким образом, то есть представляете, бандит, а перед этим прокурор сделал предложение, и после этого они обратились ко мне, когда я впервые с ними познакомился, они мне рассказали все эти случаи, я тогда обратился в администрацию президента, я был член общественной палаты, общественная палата работает здесь в администрации, и меня администрация президента отправила в командировку в Новосибирск, в полпредство Новосибирского генерального округа, к которому относятся Бурятия, я встретился там с заместителем полпреда, который курирует целовые структуры, я вот ее уже замполпреда предупредили, о чем я буду говорить, она пригласила для этой встречи сотрудника ФСБ, который работал в форекс, он и курировал силовые структуры тоже, да, она говорит, я бы очень хотел, чтобы он тоже здесь можно, понятно, все другое связано, я когда рассказал им этот случай, рассказал им все по мне этот сотрудник ФСБ говорит, вы понимаете, мы прокурора поймать не сможем, прокурор самый главный человек, который надзирает за закон, он фактически надзирает сам за собой, да, то есть здесь абсолютно невозможно его слать и тогда мы долго сидели, общались, разговаривали и тогда еще, вот как я понимаю, не совсем все было коррумпировано, не совсем все было там хватило, так как это был еще региональный уровень, да, вот нападения на них, мы придумали вот такую, я ее называю, войсковую операцию, да, что при полпредстве был совет по делам коренных малочистых народов, мы решили, этот совет периодически встречался, обсуждал разные вопросы, заседания там проводились, мы решили, что следующий совет мы посвятим изучению опыта этой общины, прямо в Бурятии на базе этой общины и так далее, но при этом мне полпредства поставило условия, если полпредства взяло месяц, говорит, нам нужен примерно месяц для того, чтобы убить дела этой общины, они поставили мне условия, что если мы найдем какой-то криминал, да, или что-то нечистоплотное, мы тогда не будем больше играть в эту игру. Я сказал общине, да, что вот вы такие, вы, либо вы отказываетесь, и тогда я вам ничем больше помочь не могу. Либо принимаете, они приняли эти условия, и полпредства назначило комиссию, которая начала проверять это общение. Ничего не нашли, никакого не надо. И после этого было объявлено о том, что Совет по делам коренных малописцев проводить заседание для изучения этого опыта. И в итоге мы провели это заседание, и решение Совета было таким, что опыт очень положительный, нужно всем на этот опыт равняться, а дальше было добавлен еще пункт правительства Бурятии, да, всем местным властям помогать этой общине. А в каком это было году еще раз? Это был, кажется, седьмой или восьмой год. Да, да. И после этого их вызвал зампоседателя правительства, то есть уже не прокурор, а зампоседателя правительства республики община, и сказал, ну ладно, раз вы начали выход на Москву, подживите. То есть их как бы отпустили, не стали тогда давить. Я хотел бы еще одну, например, цифру привести в связи с этим, в связи с этой общиной. Эта община входила, она обслуживалась в специальном подразделении налоговой инспекции, так как входило в десятку самых крупных налогоплательщиков в Бурятии. Они платили огромные, огромные по меркам в республике налоги. После того, как господин Чемизов захватил этот бизнес, они платят, извините, с гульки нос налогов туда, налогов в республику. И, более того, на первое время они даже получили, получали государственные дотации на развитие этого бизнеса. Вот так они по-бандитски ведут бизнес. Помимо того, что они грабят, они еще бюджеты воруют и прочее. Думаю, все уже знают. Вот таким образом все это случилось и, конечно же, они мне этого не простили. и начали использовать всякого рода разные птицы. Получается, да, вы оказались политическим беженцем из-за Бурятии? Ну, в какой-то степени да, но здесь, знаете, у меня еще один конфликт был с очень высокопоставленным чиновником, он и сейчас является очень высокопоставленным чиновником. Это некто такой Максим травмником. Он был замминистра регионального развития, он был замминистра юстиции, а сейчас он является начальником департамента конституционного развития Российской Федерации администрации президента. Этот человек, будучи замминистра регионального развития, курировал коренные малочистые народы и после одного из совещаний у Медведева тогдашнего в базе президента России было дано поручение правительству, которое, естественно, с успехом было провалено, его никто не выполнил. После этого я написал письмо опять на имя Медведева, что, извините, ваше поручение никто не выполнил и выполнять не собирается. После этого была назначена проверка. На самом деле, конечно же, я уверен, мы все знаем, как работает путинская система, никто бы на какое обращение не отреагировал, но, знаете, получилось таким образом, я сам был свидетелем всего этого дела, это письмо попало в аппарат господина Шувалова. Он тогда был первым вецепремьером правительства, а в аппарате у Шувалова работали два молодых человека, которые, как я понял в этих разговорах, который состоялся при мне, они даже не стеснялись об этом говорить, которые, оказывается, не любили вот этого Максима, как они называли, молодым человеком, и, как я понимаю, между ними была какая-то конкуренция, вражда, борьба, планы всякие и прочее. И когда они меня пригласили до разговора, я им рассказал, что не выполнено, по какой причине, кто в этом виноват, и они при мне сказали, о, хорошо, теперь мы это в Максимке врежем, да, за счет моего письма они решили как бы свести свои счеты в том числе. Но они этого Максимке врезали, его, ну там, выговор объявили, и так далее. Ну, а после этого он заявил, что он с Улензибуцем идет в Яблокович дело, и он очень тесно дружит с правником с господином Тозаком, господином Нарышкиным, и так далее. Дружит. Вы являетесь членом Международного комитета коренных народов России. Насколько я поняла, этот комитет создан представителями как раз активистами из коренных народов России, которых выдавили из России, выдавили из таких организаций, как Ассоциация коренных малочисленных народов, РАЙПОН. То есть сейчас в настоящий момент эти организации, они являются такими витриночными, матрешкиными, ну как сказать, там как бы те люди, которые там находятся, да, и играют роль активистов, да, они на самом деле марионетки. Вы знаете, вы знаете, на самом деле это был бы, мне кажется, лучший вариант, если бы они были марионеткой, да, или такими вот матрешками, да, танцующими и поющими. На самом деле я должен сказать, что их не надо воспринимать как вот такие организации, это организация РАЙПОН, эти люди, они сейчас являются орудием подавления, да, и именно руководство РАЙПОН сегодня эти люди пишут жалобы, по которым против людей возбуждают уголовные дела, да, они пишут жалобы на организации, которые, как по их мнению, являются предателями, там, которые воюют с Россией, там, не любят с Россией и так далее, то есть это не, знаете, не безобидная организация матрешечная, это как раз является орудием, да, они это делают к сожалению, с удовольствием, по моему мнению, да, потому что они отправляют представителей коренных малочисленных народов на войну, да, конечно, конечно, они поддерживают войну, они подписали письмо в поддержку Путина, поддержку так называемой вот этой операции, да, и так далее, и так далее, то есть это люди, я считаю, часть из них военные преступники или преступники, потому что руководство РАЙПОН сегодня состоит в том числе из членов Совета Федерации, да, и депутатов Государственной Думы, они голосовали за вот объявление войны, за начало войны, военной операции и прочее, это люди, которые возглавляют нынешние РАЙПОНы преступники, да, и это люди, которые борются с независимыми лидерами, реальными активистами, это вот они, вот такая независимость. Когда я ездила на протест, протест в Standing Rock вот в Северной Дакоте, да, то есть когда вот в 2016 году были масштабные протесты защитников воды против строительства Dakota Access Pipeline, вот, и это нефтяная компания должна была проложить этот нефтепровод, и меня поразил уровень солидарности, уровень, во-первых, самоорганизации, высочайший уровень, там был палаточный лагерь огромный, ну, я два раза ездила, один раз как бы меньше было, и как-то вот более такой был душевный, я думаю, настрой, это было вот в начале осени, в сентябре 2016-го, а когда я приехала уже в ноябре, то там уже как бы в два раза больше был лагерь, и он уже был более такой, уже не такой душевный, там просто другая уже была повестка немножко, но тем не менее поразил уровень организации и вот этот уровень солидарности в обществе, и во-первых, это был такой интернационал, да, такой, потому что были представители этих племен, наций, первых наций, там, и из Канады, и со всех Соединенных Штатов, отовсюду, то есть там были вот эти лагеря, ну, в лагере вот эти были со знаменами, эти палатки, они там вот жили, и все общались, и как-то обряды проводили друг за другом, вот, и мне было немного, как сказать, не, ну, зависть у меня вызвало это, потому что тогда в России ничего подобного не было, то есть, вот, если взять коренные малочисленные народы, то у вас была, мне кажется, большая координация между вами, да, чем вот у представителей, например, республик, потому что мы тогда абсолютно как-то, ну, мало было вот этой, к нам приезжали, вот, когда мы протестовали против упразднения наших автономий, то нас приезжали, поддерживали товарищи из Якутии, Саха Якутии, Шамаев приезжал, приезжал представитель молодежного движения Хакасии, но вот не было вот такого, да, что я видела в шестнадцатом году, меня это просто потрясло, и я, я помню, выступала в общем круге и сказала, что нам, народам, коренным народам России, можно многому у вас поучиться, это большая честь для меня участвовать в этом, вот, и, ну, в то же время, вот, вот у вас немного, вот, я вижу, что подобная солидарность вот существует, потому что, возможно, вот, когда начинали, когда эти организации, вот, ассоциации коренных народов, райкон, когда они начинали организовываться, да, то тогда, вероятно, это было настоящее движение, да, и затем все, к чему прикасается путинский режим, превращается просто в полную помойку, да, то есть, ну, даже вот, я не буду давать примеров, просто вот такое. Нет, вы абсолютно правы, да, что на самом деле движение коренных малочисленных народов, оно зарождалось именно снизу, да, именно из-за вот желания защищать свои права, и всегда, я, я сам участник первого съезда, я в то время был председателем нашего национального съезда, я был участником первого съезда народов Севера Советского Союза в марте 90-го года, конечно, у нас был такой, знаете, подъем, да, духовный подъем, что вот наконец-то мы можем как-то объединить свои права, и потом всегда, знаете, красной нитью нашей работе шло то, что у нас нет, нас очень мало, да, у нас нет никаких ресурсов, ни финансовых, ни административных, никаких-то других, да, и поэтому наша сила только в солидарности и в объединении, у нас нет другой силы, да, если мы будем солидарны, если будем бороться все вместе, только тогда возможно, да, чего-то добиваться и поджигать, и этого мы, конечно же, придерживались, пытались это вот строить наше движение таким образом, но, конечно, вот в Украине пытались, да, что все обгадили, и полную страну превратил в уголовника, да, то есть все чего-то нарушили, все какие-то, то есть все такие же, да, то есть он специально всех людей, да, там, коррупционировал, там, ну, и прочее, прочее, конечно, к сожалению, это поснулось наиболее райконом, да, то есть люди сейчас барского стола имеют какие-то и они могут управлять все и даже что они там заборок ухватили, да, здесь и прочее, ну, такие же дворечники, как сам Путин, да, к сожалению, к сожалению, современных молодых людей, которые алкоголем злоупотребляют и очень нечисты на руку, нечисты помыслами, ну, то есть вы знаете, вот вы упомянули моих коллег, которые вынуждены были покинуть Россию из-за того, чтобы подъявили дела и очень часто там пытаются в России да, врать по поводу того, что эти люди вот часть из наших людей, которые вынуждены уехать, что там связаны с финансовыми нарушениями и прочее, прочее. Я просто уверен, что если бы у нас были финансовые нарушения, нас бы уже давно посадили, нас бы из России никак не выпустили и были бы уже закрыты. Просто приведу вам несколько примеров, да, например, один из первых, кто у нас уехал, это Дмитрий Бередков, вот, предпринимательно из Кончатки, он уехал в Норвегию, против его пытались заставить написать заявление на меня, да, что его СПСБ там вызвало, дали ему уже подготовленное письмо, что вот он работает под моим руководством и у него есть подозрение о том, что я связан с западными спецслужбами, работаю с фондами западными разведками и прочее такое вот афинейное. Когда он отказался это писать, сказали, что мы против тебя тогда, мы тебя посадили. Они сказали, что у нас на тебя есть дело, да, возбудили против него в итоге уголовное дело. Знаете, это уголовное дело так было состряпано. Почему я знаю это уголовное дело, потому что я по нему проходил свидетель, меня опрашивают. А ситуация была такой, да, что когда проходил съезд коренных малочисленных народов России, правительство выделило 11 миллионов рублей. Я хочу, чтобы вы запомнили эту цифру 11 миллионов. Вокруг я расскажу. И Дмитрий был исполнительным директором, он отшлял все операции, в том числе финансовые и так далее, райпона. И там был такой момент, что деньги правительство выделило, эти деньги были предназначены для того, чтобы перевести делегатов. Когда надо было с правительством подписывать соглашение с министерством, у нас делегаты еще не были все выбраны, то есть шли выборы еще в регионах, и мы не знали, а уже нужно было подписывать, нужно было представить список. И нам министерство говорит, вы напишите просто список от балды, а потом, когда у вас делегаты выберут, мы заменим список вариантов. И этот список Дмитрий сделал и подписал. Это был на самом деле липовый список предварительный. Потом, когда выборы прошли, этот список был заменен. То есть делегаты выбрали, все оплатили, все провели и так далее, и так далее. Так вот ФСБ вытащил вот тот первый список, который был представлен, и который самое главное, он даже в министерстве в отчетах не фигурирует в список, потому что министерство приняло отчет, были оплачены другие люди. Но вот эти ФСБшники, они подняли старый список, и на основании этого старого списка стали Бережкова шантажировать. Ты должен был оплатить одним людям, а платил другим людям. а это уже как бы несоответственно. Бережкова говорит, хорошо, а давайте сверим список, который был принят министерством регионального развития. Там же список все нормально, он объяснил ситуацию, как это все происходило, но естественно, они сказали, нас это не волнует, ты все равно будешь посажен, потому что вот под ним стоит твоя подпись. Это получается, что это министерство не порвало первое, при том, что приняло в итоге отчет, а Бережкова таким образом подставили, что якобы он оплатил не тем людям и прочее. Ну и понятно, что те люди были липовые, на них не было билетов, и они начали чуть, ага, люди липовые, билетов нету, и так далее, при том, что реальный список уже утвержден, министерство утверждено и подписано, все нормально, отчеты все приняты, да, если отчета не принято, тогда надо ждать дела против министерства, чиновников, но ничего этого не было сделано, естественно, только против Бережкова это было использовано, но вот до этого он был вынужден уехать. Мы сказали, что если ты сидишь у нас две недельки, после этих двух недель ты на маму в одну заявление не знаю, да, 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 естественно, это вот много вынужден уехать. А почему я вам еще сказал по поводу вот этих 11 миллионов, вот представьте, да, мы провели съезд, у нас было 350 диригаторов, я не помню, что, ну, где-то 350 диригаторов на этот съезд, и около 400 гостей, там артисты были, ну, там разные представители интеллигенции, ну, и прочее, прочее. И вот 750 человек на съезд, там правительство выделило 11 миллионов рублей на проведение этого масляного мероприятия. Потом мне один чиновник из правительства, не помню, его фамилия, он сказал, вы знаете, мы больше с Райконом дел иметь не будем с вами, потому что, вы представляете, вы нам, ну, не даете, он не так напрямую сказал, смысл был такой, что вы нам не даете воровать, да, представляете, вы проводите вот на такое огромное мероприятие за 11 миллионов рублей, а, например, говорит, вот в Ханты-Мансийском автономном округе проводили Пиногургский конгресс, там всего 150 делегатов, да, было выделено 50 миллионов рублей, да, и так далее, и понятно, что, когда, естественно, они нам предлагали, мы никогда не шли вот на эти, да, сделки, там, что, мы говорим, нет, либо мы, то есть, мы решали это, честно, политическим путем, да, там, для чиновников высшего ранга было важно проводить такие, мелкие, вот эти чиновники, которые расстаться, все воровали, да, вот они от нас ничего не имели, и при этом, опять же, начинают нас обвинять в том, что мы чего-то где-то нарушили, финансовые какие-то там, законы, чего-то, такие небылицы придумывают, и так далее, вот таким образом, конечно, они действуют, да, ну, а вот, что касается, опять же, моего отъезда, к сожалению, это было связано с давлением на моих детей, они начали угрожать моим детям, начали пытаться завести уголовное дело против меня, как будто я создал преступную группу, да, по свержению существующей власти, и так далее, и в эту группу они стали пытаться ввести моих сыновей, за детьми моими была установлена свержка, одного из сыновей, который сам добровольно пошел в армию, взяв академический университет, он жил полгода в учебной части в Подмосковье в городе Дмитрий, и я потом встречался с командиром этой части, командир говорит, ну, вакцин, очень хороший солдат, и я его оставляю в учебке, он будет у меня сержантом, и будет обучать молодежь, которая придет. А мы с ним поговорили, и все, потом где-то через неделю он мне звонит поздно ночью, и говорит, Павел Васильевич, случилась беда, да, я только что вернулся из ФСБ, меня вызвали, и дали команду отправить вашего сына в горячую точку, на Кавказ. я, говорит, сначала подумал, что пацан, говорит, молодой, что он натворил, то есть, больше не понимается. Я, говорит, им говорю, а что пацан-то натворил? Они говорят, а не пацан натворил, а его папа враг. Я им говорю, папа враг, с папой боритесь, а в чем здесь сын? Ну, они мне сказали, не хочешь, чтобы у тебя погоды сняли, да, отправляли. Ну, все, и вот таким образом, но он, правда, вот здесь, он позвонил мне второй раз, я здесь совершил ошибку, я знал, что меня подходит, к сожалению, немножко пренебрег этим. Он мне позвонил, полковник, да, и говорит, Павел Васильевич, я этих, извините, такое слово, я этих козлов обманул. Я, вашего сына отправляю в город Таганрог. А Таганрог относится к южному военному окку, то есть туда, куда относится, когда относился, и Афгаз. Он говорит, у меня там Накашенко, он командир воинской части, охраняет военный аэродром. Я, говорит, у своего сына к нему отправляю. А уже офицер уехал. Офицер приехал, моего сына забрал с воинской части в Дмитрове, я приехал сына провожать на вокзал, наверное, мы сидели на вокзале, на Казанском вокзале, и тут звонок офицеру. Офицер поговорил, а до поезда примерно час, как раз за час до входа поезда офицеру позвонили, офицер поговорил, потом удивленно, говорит, вы знаете, мне дана команда вашего сына обратно отвезти в Дмитров, вернуть его. И все, и он отвез его обратно в Дмитров, и сына самолетом отправили на Каз. Сначала он попал, не помню, сначала в какой-то пункт, но в итоге он оказался на военной базе в Цхинвале, то есть в Южно-Остинске. Конечно, эти полгода для меня были таким важным временем, потому что непонятно, что случится, сына и так далее, тем более, что я нашел знакомых Минобороны, которые меня связали с начальником, командиром военной базы российской, где сын служил. И я два раза приезжал к сыну, его по закону должны были гувольнительные давать. И вот я приезжаю за полчаса до моего приезда из военной базы изымают все документы моего сына, то есть военный билет, паспорт, ФСБ, приезжают из базы, забирают все, и вот и мне командир вот этой военной базы говорит, Павел Атильевич, в этом случае с сыном не выходите за пределы военной базы, потому что ваш сын арестует этот зеркал. Он говорит, ну, вот здесь у нас есть комната отдыха, вы можете с ним здесь общаться, но территория военной базы. Вот у меня было все проходило, но слава Богу, да, что все закончилось, я причем сына забирал в 12-х ночи, очень поздно, чтобы ФСБ в это время спали, не знали, что я за ним приехал, мы быстро его забрали, и уехали. При этом я два своих мобильных телефона оставил один в Владивостоке, один в Москве, попросил своих друзей сделать от моего имени, чтобы попутать, да, да, и сам я в это время ехал в машине за сыном, так. Вот после этого, конечно, да, что вот против вот еще одного сына возбудили дело, там за ним началась мешка, прослушивание, там мой коллега привез ему документы, передал мои и сын эти документы отвез ему другу, этого друга, к этому другу приехали, чем обыск произвели, изъяли все документы, и прочее. Да, они стали пытаться мне шить вот это дело, да, групповое, я там какую-то банду и так далее. Да, так как детей у меня много, естественно, у меня запас самый главный, я вот, мы можем детей забрать тоже. Да, даже товарищ Сталин говорил, что сын за отца не отвечает. Да, да. Но не ФСБ. Эти люди, к сожалению, они мелочные, да, они мстительные, беспринципные и прочее. Ну, это, конечно, был сарказм по поводу Сталина. На самом деле он, конечно, был чудовище, еще то. Вот, а это власть и это ФСБ, они прямые потомки. Дело бы и слушала, но, к сожалению, регламент наш, есть регламент, и я думаю, что мы вас обязательно пригласим в следующий раз, потому что очень много тема осталась нераскрытой. Вот, я хотела и тот вопрос и этот задать, но, к сожалению, не успела, и я бы с удовольствием послушала бы ваши ответы, поговорила с вами на разные, на другие темы, например, об интернатах, проблема и трагедия интернатов, то есть очень много тем, но я вас благодарю от всей души за этот интересный разговор и я желаю процветания и вам, и вашей семье, и всему вашему народу УДГ, процветания и успехов Фонду Коренных Народов Ботании и успехов Международному Комитету Коренных Народов России. Настоящим активистам, настоящим патриотам своих народов. Спасибо большое, Раджан, я тоже очень рад с вами побетельствовать, спасибо за приглашение, вам тоже всего-всего самого доброго. Всего доброго, до свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова